Аминь, слава Богу, следить всегда, следить везде. Тот воздух мой позвонился. Да, слава Богу, так что, так и есть, друзья, братья, сестры. Слава Богу, да, и Господь действительно совершает чудо в нашей жизни по вере, возрождению, спасению. Вообще вера огромная вещь, сильная вещь. Вот, знаете, даже люди совершают самоубийство, тоже поверят. Знаете, люди поверят, что никто их не любит, допустим. Человек поверил, что его не любят, что он один, что там и Бога нет поверил, что Бога нет, и что вообще жизни нет, будущего у него нет уже. Он в это поверил, и потому он покончил с собой. То есть тоже, в принципе, это все вопрос веры. А где он реально использует веру человека, вот эту вот врожденную веру? Есть вера приобретенной, когда получено свыше, а есть вера врожденная, которая у всех есть. Вот, значит, и вера огромная вещь. Человек вот, там, не знаю, маленький мальчик, он самолетик уже играет, он себя видит уже этим летчиком там, а знаете ли, у него вера, он потом растет, он, например, от времени вспоминает об этом, потом он заканчивает там школу, институт, что-то, потом он авиатор, он летает уже, да, вот вера, она, ну, сильнейшую вещь делает на этой земле, очень сильнейшую. Вот, и, не знаю, там, вот когда этот шляпу привозили, никого из, куда-то, с Америки, там, окровавленный, вот показывали, там, в Митере, окровавленный, ну, засохший давно уже профитом, вот, очень интересное свидетельство на Родео, значит, молодой парень, он, значит, только, ну, уже выступал на Родео, флорсильму хорошо, значит, и он так очень ловко сидел на боке, и, значит, и призы получал всякие там и прочее, познакомился с девушкой, значит, реальная история вот сейчас с этим, хотя люди, они сейчас, по-моему, ты нас вижу, значит, они уже пожилые люди, тогда были молодые еще, значит, и, а девушка была, ну, он уже христианин, но он так вот, ну, не так серьезно, она была, в общем, такая серьезная верующая, и она вот посвящена, наверное, в церкви, все, и, представляете, значит, он приносил ее вот на выступление, как бы, значит, там, вот, значит, свое, там, как бы, обещал там заработать, кучу денег, и у него все шансы были, у них тоже есть там полуфиналы, всякие финалы, вот он вышел в такое, это может, такое серьезное же там выступление, значит, и она переживала, конечно, за него, вот, и, представляете, значит, либо он, ну, короче, что-то не так пошло, и, короче, бык его на рог не только стоптал, а еще и роган, значит, ну, короче, смерть на месте, вот, быка в сторону отбили, там эти вот, кто помогает, но было уже поздно, окровавленное тело, значит, там метит, подбежает, ну, вот, все, пульс, ну, все, труп на месте, там, короче, народ встал, кто-то плакал, что, значит, и девушка, представляете, подбежала прямо туда, к этому месту, к этому парню, они только еще познакомились еще, вот, и там, значит, там, ну, видите, девушка, ну, это тело надо нести уже, а она, молодая девушка, берет микрофон, там же этот человек, который ходил с микрофоном, короче, у него микрофон, и, короче, на весь стадион, там, тысячный стадион, на отличный стадион, просто орала, короче, молилась, и молитесь все, ну, короче, она призвала всех молить, вот, за воскрешение ее парня, вот, и Бог воскресил, там тысячи людей встали, молились, просто, ну, кто молился, ну, короче, там уже разные, пишут, многие пришли, просто нашел кто-то верующий, кто-то неверующий, но все там стали, вот, короче, тысячный стадион, вот, и прямо на глазах этих медиков, на глазах вот там всех, кто был там, на этой сцене, проравленный, вот, парень бежил, парень не просто признаки жизни, а достаточно, что он уже нормальный, уже там, уже нет, что он живой, он даже стал дергаться, все, его на носилке, в госпиталь, вот, и врачи потом говорили, это невозможно, вообще, что его живым доставили, невозможно, потому что раны несовместимы с жизнью, то, что нанесено, то, что поломано, это пробило жизненно важные органы, короче, вот, и рог, быка, там, огромный был, короче, значит, он пробил его тоже, значит, смертельно, и плюс еще переломы от топтания, тоже смертельно были переломы, вот, то есть шансов, как он живой, это невозможно, делали операции разные, но медики признают, что это сверхъестественное чудо, реально сверхъестественное, парень живой, этот парень стал по мужчине, все равно после этой травмы он уже, не продолжал поступать на Родео, но к Богу он очень серьезный стал, вообще, то есть они вместе с церквей служители, вот, значит, но эту шляпу, кровавленную, они привозили, показывают свидетельство, да, вот того самого Родео, это было мое последнее выступление, значит, на Родео, значит, но это было чудо, именно воскрешение, вот, я к тому еще, что, знаете, вот эта вера, да, тысячи людей встали, вот, и она вопила к Богу, значит, да, прямо в микрофон, значит, там, и свидетельство было такое, что и медики в шоке были, значит, за то, что вот парень ожил, не знаю, здесь вот, когда, значит, мы жили на Харьковском, тоже все по вере, и плохое по вере совершается в жизни, и всякие радости по вере совершаются, вот человек по вере, он просто, что его никто не любит, он по вере, что ему нужно забирать силы у людей все, да, он по доверит, он этим действует, он живет, он по вере, что он не может прожить нормально человеком быть, если он не будет казнократным, допустим, да, коррупционером, он живет этой верой, то есть, по сути, в основе всего вера, вот, она толкает человека, ну, первогодняя, первичная, значальная вера, вот, а есть вера, конечно, восходящая вера, значит, слышит это, ну, как дар Божий, ну, вообще-то, это, 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 потрясающе, это совсем другая вера, а есть дьявольская, демоническая вера, тоже определенный такой, да, в кавычках такой, знаете, ну, у человека, который, там, ну, я говорю, зной язык, там, или зной око какой, да, значит, там, значит, влазит, вот, а вот, или, допустим, там, не такая вера на судорное, вообще, вот, какая потрясающая вера, будет все плохо, все, значит, капут, все, значит, у него постоянно все, вот, значит, вот это тоже дар определенный, уже не свыше, а снизу, снизу, вот, с преисподней, а дар свыше, это потрясающая вера, которая, не знаю, она как молния, вот я ее представляю, ну, я не видел ее, вот, видение, но представляю, как какая-то молния, знаете, она приходит, порой не знаешь, откуда, вообще, на ровном месте, вот, просто на ровном месте, она приходит, но мне стыдно сегодня признаться даже, честно говоря, я спешил сегодня на служение, ну, пораньше приехать, вот, я приехал пораньше, но было, знаете, какой-то, есть молния, да, а есть, вот, как бы, вроде что-то такое, что-то блестит, что-то, понимаешь, сейчас оно должно рвануть, но не рвануло, знаете, вот, сегодня шел я там на Пиото по кинфарту, значит, на лесовую станцию, и сидит мужчина, ну, такого пенсионного возраста, один на лавочке, значит, у него там бутылочка там, возле него стоит, значит, и я прохожу, у меня был позыв, я помню вот это состояние, уже за этим годом лучился распознавать этот позыв, позыв я понимал, как-то свыше, это не от меня, как будто какая-то такая, вот-вот попахнет молния, но не попахнуло, я помолился на тому еще, конечно, прошел так, ну, про себя там помолился, а позыв вот, значит, а я проигнорировал этот позыв, понимаете, вот, и теперь, понимая, что, ну, огорчил духом, то есть, как бы, вот, он давал, я не знаю, что это за мужчина, я, во-первых, вижу, видел, я не знаю, что он на тому за проблемами, что там не знаю, но я знал, что уже потом в метро еду, думаю, ну, что ж я вот пиздец, я сплотовал-то, значит, вот, потому что, когда Бог такие позывы делает, да, я уже и золото из опыта положительного и из опыта отрицательного уже делаю выводы, из опыта положительного я делаю выводы какие, что, когда я слушаю такого позыва, чудеса происходят большие, и оно было такое, что я понимал, что уже ехал в метро, думаю, надо же ногти кусать, ну, что делать, уже уехал, и, значит, и, знаете, вот, понимал, что в жизни того человека Бог совершил чудо какое-то, а я прошел, и не совершил, а должен был совершить, понимаю, вот, нехорошо получилось, и перед Господом обидно, как бы так, значит, и начали такие, а с тем человеком не знаю, что будет, вот, значит, потом, но, знаете, вот, и в жизни много таких случаев, когда, вот, позыв был к молитве, допустим, да, или с чем-то еще, здесь, ну, там, там, начальниверска жили, еще в 97-ом году помню, в 98-ом уже был, шел, значит, там, и в рясе с стволом, ну, как бы так иду, значит, на, это, на институте и клеиски. Девчонка к коротке стала, молодая совсем девчонка, вообще, молодая, пьяная, драганан пьяная, там, о, батюшка! Ну, конечно, с самого отреза, она не надо мозгом реагировать, а там такая трошка, что, ну, ребёнок проезжают, и проезжают мемогием прям. А от неё перегариваться на тебя несёт, значит, и она, самое главное, говорит, батюшка, они на меня так хлопают. А она вот идёт, и я так ищу, вижу, как садят эти, а самое интересное, она-то есть худая, маленькая, такая, значит, осеющая у неё рогой. Вот она, где она, и меня, что-то, я шатаюсь с ней, ну, я пытаюсь её разглядеть руки, не могу, вот это да, как клещики сосалось, вот это да. Значит, ну, я, конечно, разжал руки или что, значит, ну, как-нибудь, а вижу, когда люди проходят там, ухмыряются, батюшка с малолеткой пьяной, ну, и сам пьяный тоже, потому что я тоже шатаюсь. Я, конечно, везде уже трезвый, тогда пьяный. А люди там, возле метро, это как раз-то, тих-тих-тих ходят. Ой-ой-ой, и я боюсь с собой. С одной стороны, у меня было позыв помолиться за неё, вот, значит, с другой стороны, она пьяная, что она поймёт вообще? Значит, как бы, значит, такая, ну и так, вот, значит, и в-третьих, я опаздываю на занятия уже, студенты уже, весь в институте. Короче, кое-как что-то там и сказал, вижу, пытаюсь что-то говорить, иначе, ну, короче, ничего хорошего не получается. Люди проходят, всё больше, боже мой, ну, вообще, ну, чтобы про батюшку подумать вообще-то, ну, как-то, про церковь и всё. Я ж не ошибаюсь, православный поезд, по гражданке буду, я, может, по протестантам покажутся бы, значит, что-то там, значит, там, а это уж, как бы, при форме, при препарате, всё. Вот, значит, ну, а потом уже, а как-то на перемене уже в институте, где-то надо, вот, всё-таки, напревать, в принципе, что-то с другими. Ну, я ж не киевский тоже, чтобы все нравились, в принципе, но надо было помолиться. Потом было предчувствие такое, молился я, конечно, с той девчонкой, потом на перемене, как раз, между занятиями, вот, благоставлял, чтобы не погибло оно. Потому что она пьяная, значит, по-моему, метро, там, ей дорога, всё, значит, там, ну, как бы, в таком стейне, там, ну, и вот куда. Хотя, говорят, там, он был пьяным, бережёт, значит, пацаной должен быть. Всё равно, там, погибает здесь, да, на самом деле. Ну, так, бывает, что он падает и, ну, что вообще, трезво убьётся. Пьяный, ну, что, значит. Вот, сейчас столько таких случаев знаю. Вот, а на самом деле, вот, бог-то, да, он всех не бережёл, просто вот. Просто, да. Вот, это другие случаи. Одна Харьковская, вот, когда вот девчонка, она, какому-то посвященную, в седьмом или ином-классе? Ну, уже старший класс, значит. И, да, упала она в двенадцатый этаж, значит, прямо на порожке этого, вот этого подъезда. Прямо на каменной порожке. Она как сидела. Ну, вот, мы где снимали квартиру, мы на шестом даже снимали квартиру, получается, да. Вот, значит. И прямо на наше, вот, парадное, наше, вот, место, значит, там, я, и, над нашими окнами. И жена даже испугалась, она, она не подумала, что человек упал. Она думала, что там соседи какие-то сверху с правами были, они сверху бросали. В мусор какой-то там еще, ну, как-то так, привислили, аккуратно. Значит, они думали, то она думала, первое место было, что мешок с сусором бросили, наверное, значит, из окна. Вот. И, значит, а это была девушка, девочка, вот эта. Она как сидела, а мама ее, мы потом познакомились с этой семьей, она как сидела, короче, на дне, вот так вот прям, и, это, с учебниками сидела. А мама ей говорила, слезь с окна. Ну, а жарко, а там озеро вырлется, там свежий воздух вроде, оттуда идет, значит, там. Ну, на Харьковском, да, на Харьковском мы жили, где-то мусоросжигающий завод находится там, как раз. Вот, значит, это достопримечательность такая, валюющая такая, там, да. Вот, значит, ну, и вот эта девушка, она сидела, значит, и, короче, она как сидела, как-то, вот, что-то случилось, одним словом. Вот, и так же она и полетела, оказывается, вниз. И прямо, тринадцатый этаж, прямо на порожке, вот эти вот. Короче, если вот в случае в четвертом, ну, когда в третьем году, в четвертом году, когда там у парня, там, мозг был виден, там у него просто кости разошлись, вот эти вот, как пересклило мусором, отреснули, значит, да, и вот эта мягость прокатала эта вся, вот, мозг. То у девушки было, что оттуда вообще все выгляделось, вообще. Там не просто, там, не просто слегка там у нее, там, а выгляделось все у нее. Там, когда эти, видите, клей, они там вот так вот собираются, собирали форму, как бы головы, руками. Значит, вот, представляете, девочка жуткая. Вот, ребра все, там, конечно, там, туда вот, куда-то, во что. Значит, эти, короче, у них потом медики признали, что у нее все позвонки фактически были раздроблены. Больше или меньше позвонки все были раздроблены. Вот, значит, ребра были поломаны, значит, голова, вообще такая форма была, чуть ли, естественно, создана. Вот, значит, ноги, вот, значит, неестественным образом такие. Ну, там зрелище, короче, не для слабоверных. Вот, и представляете, значит, через месяц эта девушка, она ходила, девочка ходила в школу уже. Вот, ну, правда, еще с этой штукой и с гипсом, значит, на ноге. Врач, атеист, во-первых, Бог воскресил ее прямо там, на месте. Это был Дарвер, как молния. Я помню, это как молния была. Но я не видел видение, это было переживание, как молния. Просто тут же такое, не просто наполнение даже, дерзное мнение. Конкретно у меня было понимание, что дьявол, вот мы поселились здесь, и он хочет вот кровь провинять здесь, вот, как бы, значит, не может нам нагадить, он кому-то нагадит вокруг, но чтобы что-то провинять, это кровь. И, знаете, вот, что его хлебом не кормили, он человек убит от начала, его хлебом не кормили, да и кого-то убить вообще. Человек ненавистный. Нас еще не было еще, мы еще в проекте были, он уже нас ненавидел уже. Бог создал наших пращуров еще, Адама и Еву, он уже их ненавидел изначально. Люд и ненависть. Просто гоносапиенс, как род, ему ненавистен просто изначально. Просто не то, что мы там ему дорогу перешли, вообще-то просто потому, что он ненавидел нас. И все от нас. Вот, и, знаете, вот эта ненависть, она обрывается во лжи его, во всяких гадостях и прочее. И апогей, вот этой ненависти врага, это убийство. Человек-убийца от начала написано. От начала, то есть его хлебом не кормили для кого-то убить. Вот, украсть, убить, убить. Вот еще, и когда человек рождается, каждый вот, говорю, фракт, все мысли. И вот, это было наполнение. Просто ботыл к Богу. Я не знаю, ну, я не сильно эмоционально поранвалюсь, но здесь я просто, не знаю, просто орал к Богу. Просто орал. Вот. Во-первых, было чудо. Прямо там, на порожках. Девушка-то, она открыла глаза, она стала дышать. Когда приехали врачи, скорой помощи приехали достаточно быстро, они видели ее живой. Но они потом объяснили, что, как бы, врачи потом объяснили, что у них не было надежды, что она вышла вообще. Просто поддерживать ее жизненная какая-то, жизнедеятельность какую-то. Вот, значит, ну и с родителями что-то там взять, там есть и прочее, значит. Один словом, привезли ее туда, без всякой надежды, что она вышла. Они просто удивляют, что она живая вообще. Они не знают, что Бог воскресил ее там на порожках. Вот, поэтому они, ну, они удивляют, что она живая. Вот, и представляете, значит, потом делали операции, но, опять-таки, это чисто вот, чтобы ее форму какую-то человеческую привести. И вот врач, там, в Академии МРУ, медицинский, мало такого рассказа мне рассказывал. Мы были в гостях, поднимались, она просто, это просто удивительно что-то. Вот, профессор там, я, конечно, не верующий человек, но все-таки что-то есть. Это точно было что-то. Бог, вам нужно этих храм свечку поставить, точно. Потому что это точно... Мы сделали десятки операций разных, но ни одна из них не повлияла на то, что произошло. На протяжении месяца сверхъестественно все позвонки зарастали, срастались. Ребра срастались, голова срасталась, значит, внутренние эти, кстати, порывы там опасные, все срасталось. Там не просто она как на кошке заживала, вообще сверхъестественно все зарастало. И каждая операция наша, он признавался маме потом, а мама нам уже все передавала, что вот каждая операция, она лишь просто констатировала факт сверхъестественно такого зарастания, срастания, вот того, что внутри происходит. Вот, каждая операция. Единственное, что у нее осталось, у нее еще была проблема с головой, у нее эта штука была, выписали ее, и нога одна, которая вот так у нее вообще, они вот как-то ее не так совестили что-то, она еще вот с этой ходила штукой. Значит, и все, и она уже через месяц ходила в школу. Представляете? Живая, здоровая. Еще находясь там, она продолжила учиться, приносили ей учебники, там что-то читали. Представляете, в таком состоянии, там, в больнице. Вот. И я понимаю, что вот эта молния вот этого, ну, опять-таки, условно называю, чтобы было, ну, как бы, у каждого свое, какой-то образ, какой-то свой образ, какое-то свое представление, вот об этом. Есть вот эта вера сверхъестественная. Есть вера естественная, да. А есть вера сверхъестественная. Вот. Есть вера Божья. Имейте веру Божью. Вот. И это очень такой серьезный призыв. На самом деле, спасибо, что вообще тема-то прозвучала сегодня, и о вере этой. Спасение через веру, на самом деле, и исцеление также через веру. Да и все через веру. И все и плохое, и дурное, и все совершается через веру, и все хорошее совершается через веру на земле. Так оно устроено вообще. Вот. Значит, но, когда мы имеем веру Божью, вот, в чем смысл-то преображения, да, именно вере Божьей? Смысл-то преображения. Потому что, не имея веры Божьей, ты не превратишься вообще. Так это, это сто процентов. Вот. Чистая естественность своей веры, ну, ну, думай хорошее, ну, как бы там, стремись, зарабатывай. Исполняя заповеди какие-то, да, любезные, прописания, там, вот, как должно было зажигано. Все бесполезно. Рано или поздно человек с этим сталкивался, что все бесполезно. Вот. Бесполезно. Спасение топающих – это дело не у кого-то, не у топающих. Это, как бы, однажды каждый топающий это поймет. Вот, на самом деле, спасение топающих – это дело спасателя. Спасителя нашего. Алилуйя. Вот. Спасителя нашего, профессионального спасителя. Самого Господа. Вот. Надо, и когда спасают, да, из воды достают инструктаж, проходили, что, наверное, все, да, больше или меньше. Первый заповедь в топающих – не дергаться. Не мешать. Потому что, как бы, спасатель, он, на то есть, спасатель, он профессионал, он тебя вытаскивает. А если ты будешь дергаться, ему просто, ну, мешаешь, и все. Ты мешаешь ему работать. Он должен даже, когда элементарные такие советы, спасатели были, шлепни его, ударь его, там, ну, короче, вылети его, как бы, это нужно что-то делать. Не чтобы ему там плохо сделать, значит, да, а потому что, может, он узнал, как бы, это же. Короче, перебить другую болью, его вот это желание сопротивляться вообще. Но, опять, для спасения, ради спасения, чтобы его вытаскивать от этого человека несчастного. Вот. Поэтому, да. Поэтому для любого грешника первый совет – не дергайся. просто дарейся Богу, дарейся Спасателю. Не дергайся. Ни религиозно, ни политически, никак не дергайся. Дарейся Иисус Христос – ты мой Господь, ты мой Спасатель, ты мой Спаситель, ты мой Целитель. Все. Дарейся Ему. И это вот этот момент спасения. Вот. Ну, здесь собрались уже люди, пережившие спасение. Но, по крайней мере, и дальнейший наш путь, наш путь, ну, тоже не дергается сильно. Да. Слава Богу. Слава Богу. Вот. Так что. Так. Вот. И, конечно, тоже размышляю, вот поделился я таким, получается, и отрицательным, и положительным опытом. Вот именно. Не, конечно, когда слушаешься этого позыва сверхъестественной веры, да, Божьей веры, не только там, вот я назвал там чудо, это, конечно, просто сверхъестественное такое воскрешение измерт, и быстрое такое, ну, относительно быстрое такое исцеление, ну, шутки там, зависит, все заросло. Вообще все эти кости срослись, вообще чудо. Вот. Но и даже в малых, как говорится, чудесах, для нас может быть это малое какое-то чудо, тоже сверхъестественная вера, прислушиваться. Вот этот позыв, он не, не знаю, у кого как, но у меня это не навязчиво происходит. Он не, прямо, нафиг, вот встань и сделай то-то и то-то. У меня такого не было никогда. Хотя, вот, в деяниях там написано, что нечто подобное то, что там, встань, иди там на улицу, называемую прямую, там, найдешь, значит, там, товарищ там, значит, помолишься. Вот, значит, как бы, да, значит, ну, у меня такого не было никогда. Но, но позывы были, и, к сожалению, чаще всего позывы, на которые я не отвечал взаимностями. Вот я так рассуждаю из того, что я могу вспомнить. К сожалению, в большей части, да, слава Богу, я очень горд и рад вот Богом, славлю Бога за вот те случаи, когда я был и являюсь, ну, вот, покорным, вот как, муслимым, муслимым, да, нормально покорным Богом. Вот, это, это хорошая, очень, тема такая. Я, когда покоренный Бог, да, когда вот именно прислушиваюсь к тому, что Он говорит, я даже не тоже прислушиваюсь, там, хочешь и больше услышишь, значит, но соглашаешься с Его волей, соглашаешься, вот, и действуешь, и чудеса происходят. Но когда не делаешь этого, вот как сегодня все мужчины, сразу мысли такие у меня были, а что он подумает, а ему надо, как бы ему, вот я сейчас, ну, как это можно представить, вот я вот сейчас подойдусь незнакомому мужчине, можно надо до вас помолиться или что-то. Вот я, хотя бы, вот, вот, меньше думать, вот, расслабиться просто, довериться ему просто. Вот в такие моменты нужно меньше думать, меньше разрешать, как это будет вообще. Потому что, начнешь думать, если бы, ну, допустим, с тем же воскресеньем, допустим, да, той девушке, значит, девушке, и ее, по-моему, мы исцелили, ну, такое, на протяжении месяца. Представляете, если бы я думал, а как это может быть, тринадцатый этаж, она уже все уже, ну, все. Если бы я думал бы, что это невозможно, поверил бы в это, что это невозможно, то поверил бы, ну, да, так бы, шутился, ну, был бы несчастный случай, такой, вот, да, здесь пили. Ну, мало ли таких несчастных случаев бывает вообще. Вот, ну, знаете, Света у нас пела, Света, наша, да, Света пела. Вот, там, на берегу мы еще, на пятом этаже собирались, Света пела. Она рассказывала, как ты видела ее? Я все вспоминал. Так ее не видела, если можно. Вот, как в четвертом году я приехал. В каждом году я приехал. Да? Да. Как-то цель, там, называется, скинь. Ну, они ходят туда, да, да. Вот, когда я уехал, то они, конечно, туда пошли. Но, самое интересное, Света рассказывала, ну, она пела у нас, там, на сцене, значит, и, как раз я рассказывал свидетельство о воскрешении, вот, значит, и очень, как-то ее коснулось, так, и потом мне было, вот, это вот побуждение такое. Я говорю, давайте мы сейчас помолимся, вот, говорю, на что-нибудь. И, вот, вы жарко чувствуете, я реально, руки как будто горели. Вот, я не видел огня, но, вот, вот, как будто горят, вот. Но это не больно, но ощутимо, ощутимо. И я молился, говорю, поднимем руки сейчас. И вот, люди поднимали руки, и я вот, такое было чувство, как будто бы они прям в огонь. Ну, вроде поднимают, а как будто опускают в огонь. Вот такое вот, какое-то странное чувство. И потом многие говорили, подходили потом уже после служения, у меня прям все горит, вот, ощущение такое, горит. И Света говорит, у меня прям вот, вот, огонь внутри. Не кровь какую-то, а вот огонь, как будто круга. Так странно, вот это переживание, необычное. Я говорю, да, вот, маленькие заболевые костылятия, больные, посмешательные алгоритмы, уже Бог дал нам это. Вот. И она рассказывала, когда она пришла на работу, она на святошнюю работу тогда, значит, возле метро там. Вот, значит, и опаздывала эту работу. А там работодатели были такие строгие, что там немного опоздаешь, уже, как бы, втык. Вот, значит, а то еще там и рублем, значит, как бы, их, значит, наказывали. И, значит, понимаете, ну, нельзя опаздывать, надо прям, а она уже опаздывала, уже бежала просто на святошнюю работу. А там еще там же метро склада, но нужно сама подниматься, значит. И она рассказывала, и говорит, я вот с метро и бегом туда, и вдруг меня как будто магнитом, знаете, вот притягивают остановиться. И она, это, там толпа собралась, прямо внизу. Оказывается, там бомж шумер, бомж шумер. И она, значит, там милиционер стоит, значит, и бомжа его накрыли этим простынем. И эти там медики, которые спустились, они поднимались наверх уже, оказывается. То есть они констатировали смерть, вызвали труповозку, значит, его накрыли этим. А милиционер охранял тело, что-то, ну, доступ к телу, чтобы... А народ занимается в равенстве, судачик смотрит. Вот, ну, суда такое событие, бомж шумер. Значит, и, значит, и кому-то интересно смотреть всегда. Вот, значит, и... А Света рассказывает, я борюсь с собой, говорю, ну, слава Богу, она молодец, она поступила тогда очень правильно. Она могла бы тоже, как-то я сегодня, к сожалению, проинолируюсь, да, и он дает нам Бог свободную волю. Мы можем прислушаться, можем не прислушаться. И Бог, бомж шумер уже сбил в могиле давно позже. А она, молодец, да, все-таки решилась. Хотя, думаю, может, это если кто-то был измерующий друга? Но я одна. Потом нет. И она, например, когда, ну, так связливо умеет она, вот, значит, дядя милиционер, на какой-то знак не может, можно я помолюсь за него? Помолюсь, помолюсь. А он подумал, что, это, за упакование, знаете, как с травмом, на тело, почитаешь. Ну, а, ну, почитайте, почитайте. Робозди надо. Как? Робозди надо. Да, пробовал такие, да, отходную такую молитву прочитать. Короче, значит, и хорошо, что она с ней поговорила-то. Вот, значит, и она стала, я закрыл глаза, как что-то, ну, страшно было. Никого же, ну, одна. Короче, молюсь за воскрешение. И я слышу сзади, я уже говорю, уберите эту дуру, а все. Значит, сзади кричит. А я, как, нет, вот молюсь, пока не разрезнет, короче. И, хорошо, милиционер, милиционер, он не допустил, как бы, а то бы там люди оттащили поеду. Вот, значит, я не даю его воскресить. Вот, она молилась, короче, и бомж задышал. И, как раз, у меня друзья с носилками затела, вот, значит, а он живой. А он еще не только воскресел, он еще вот резко схватил, вот, меня за руку, вот. И так крепко стиснул и держал, что, короче, те, кто пришли, они ей отцепили. У него есть синяк был, что же. То есть он так резко и так сильно держал ее. И что-то говорит, а я не могу понять, что он говорит вообще. Ну и воняет все, значит, бомж, значит, и грязный, и... А разобрал только одно, спасибо. Вот это вот, на выдохе. Спасибо, 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 спасибо. Он все, пока его там вложили. Представляете? Значит, я не знаю, что он видел там, она же его больше не видела, его забрали куда-то, что-то. Вот, значит, ну, она могла проигнолировать, ну, вот, 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 вот. Как молнию, вот, 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 вера сверхъестественная, да? Но она послушала, послушалась, и Бог воскресил того, человека. И мы не знаем, что у него теперь делал, что он жив, не он вообще, вообще. Сейчас. Сот лет прожил уже, друзья. Но сто процентов ему-то Бог дал шанс покаяться, сто процентов. Он же наверняка что-то видел. Ну, такого не бывает, чтобы соприкоснулся с всем миром, и вот, хоть бы что. Так что, друзья, на опыте положительных и отрицательных научимся все-таки доверять Богом, и к этим позывам всемогущего Бога, нашего любящего Отца, быть внимательным. И действовать в этом позыве. В этом позыве действовать. Вот. И, конечно, есть разная вера. Я говорю, да, разная вера. Но вот вера Божья – это то, что нужно. Это всегда чудо. Это всегда чудо. Это без проигрышного чуда. Вот. Иногда вера наша действует. Я не знаю, сколько были случаи, когда я, ну, выдавливал эту веру. Просто молился и верил. Говорят, это действует тоже у многих. У кого-то может это работать, у меня как-то не работает. Вот. Я не знаю. Я в особо раз напрягался, выдавливал, пытался. Не получалось. Вот. Не знаю. Хотя чудо нужно было. Вот. Чудо прям нужно было прямо сейчас. Но не было. Я не знаю. Тоже весь дух верит, где хочет. Откуда приходит, куда уходит. Вот. Кто его знает? Вот такие вещи не нащупаешь. Это другие измерения точно. Это точно. Потому что они вот нашему человеческому здесь, ну, не подвластны, непонятны. Вот. Его нельзя работать, как Хатамыча-то. Раз и запечатал, потёрнул эту лучшую, значит, вон, 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 вон. Пришёл, значит, там. Что? Раб там, да-да-да-да. Сейчас исполню, там, что нужно. Это хозяин-то. Вот. Такого нет. Вот. Вот. Знаете, значит, здесь не получится никак ни было загадками. Вот. Как вот в религиозной среде, допустим, я раньше верил, когда-то верил. Молодым священникам верил, что вот я совершил вот эти ритуалы, то-то и то-то действия, и совершится то-то и то-то. Да. Понимаете, значит, именно после определённого литвы, якобы. Вот. Хотя это настолько низко, вот, думать о всемогущем Боге, вот так вот, такими категориями, настолько недостойно его. Дух святой, это личность, и вот так вот, ну, как к жизни относиться нехорошо. Вот. Или тому, что благодать, вот, право приемственности от апостолов. Вот. Верить именно в сам мир, это есть. Есть, безусловно, это есть. Но есть и подделка всего. Вот эти вот вера, опять-таки, вот, в механизм, в магизм такой, что по автомату всё происходит. Это не автоматически происходит, это не автоматически происходит. Это происходит по вере нашей. Это происходит по вере Божьей. Это происходит сверхъестественно, да, от Бога. Вот. Это не естественная вещь, это сверхъестественная вещь. Пусть Бог благословит всех вас. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Тихо, пожалуйста, поделись. Словом, ждали тебя давно уже.